МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот так распределим, чтобы по всей доске у нас они были. Чтобы вам удобно потом было их брать. Хорошо. Ну что, все в сборе? Можем начинать передачу? Ребята, скажите, а вы знаете, куда вы попали? Нет. Нет? А хотите узнать? Да. Я вам сейчас расскажу. Но объяснять буду не только вам, но и нашим маленьким телезрителям. Давайте для начала присядем. Итак, ребята, страна безопасности – это единственное место на Земле, где с вами никогда ничего плохого не случится. Мы с вами на протяжении 4 дней будем не только учиться правилам безопасности, но и постараемся их объяснить нашим маленьким телезрителям. Это первый момент. И второй очень важный – это конкурс. А это значит, что по истечении 4 соревновательных дней у нас с вами определится победитель, который получит главный приз. Впрочем, тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Но прежде чем приступить к нашему самому первому испытанию, я хочу познакомить наших маленьких телезрителей с главными героями этой недели – Ульяной и Арсением. Участниками пятых соревнований в стране безопасности стали Ульяна и Арсений. Ульяна сразу сразила всю съемочную группу рассудительностью, серьезным подходом к любым жизненным вопросам и своей мечтой. Как говорится, была бы цель. И кто знает, может, нам повезло познакомиться с будущей великой актрисой. Как бы там ни было, первые шаги в правильном направлении Ульяна уже сделала. А Арсений пришел заметно подготовленным. Сразу рассказал о том, что уже несколько месяцев как октябренок. И чем занимались его родители еще с самого детства. Моя семья, когда она была маленькая, она очень любила заниматься. Мама любила заниматься танцами, а папа любил заниматься футболом. И я тоже на эти спорты хожу. Ну что ж, посмотрим, что важнее для победы – расстудительность Ульяны или спортивный характер Арсения. Ребята, еще до начала нашей сегодняшней программы вы мне помогали развешивать картинки на доске. Скажите, вы обратили внимание, что на них изображено? Да. Да? Что там мы увидели? Костер. Костер, правильно. Можете даже посмотреть, если подзабыли. Что еще там у нас нарисовано? Гром. Да, правильно. Грузовик. Пожарник. Пожарный. Правильно называется человек этой профессии. Грузовик. Грузовик. Правильно, ребята. Да, все правильно вы назвали. Все картинки, на них изображены ситуации, в которой вы можете оказаться в своей жизни. И предметы, при неосторожном обращении с которыми, ребята, может возникнуть пожар. Как раз таки это и станет темой нашего сегодняшнего соревнования. И я предлагаю нам с вами приступить к первому испытанию. Суть его будет вот в чем заключаться. Я вам буду загадывать загадку. А вы отгадку должны будете найти каждый на своей доске. И на скорость картинку нужно принести мне. Кто сделает это правильно и быстрее соперника, получит фишку. Но за скорость еще одна плюс фишка будет дополнительной. Итак, первая загадка. Туристы в лагерь свой придут, его под вечер разведут. Он будет долго полыхать. Своим теплом их согревать. Марш! Так, ребятки, что это у нас? Пускай лежит ульяна. Костер. Костер. Правильно, Арсений справился быстрее. Поэтому Ульяна получает за правильный ответ фишечку. Вот коробочка сюда складываете. Держи. Арсений тоже за правильный ответ. Еще одну фишку. За то, что ты справился быстрее Ульяны. Молодец. Клади в коробочку свою. Следующая загадка. Слушаем внимательно и ждем, пока я закончу ее читать. И рубашки, и штанишки гладит он для вас детишки. Но запомните, друзья, что играть вам с ним нельзя. Марш! О чем здесь речь идет? Ах, вы мои умнички. Справились правильно. Справились одновременно. Это утюг. Молодцы. Поэтому каждому из вас по фишке я кладу. И ты себе сам положи. Так, следующая загадка. Слушаем внимательно. Вот тучи брызнули дождем. Светло вдруг стало точно днем. Что ослепительно сверкает? В лесу деревья поджигает. Марш! Быстрее, быстрее. Арсений, что-то у тебя затормотило магнит. Что, ребята, это? Молния. Молния, правильно. Это молния. Гром – это звук. Да, правильно. Ну, вы правильный ответ мне принесли. Держите. И тебе, Ульяночка, еще за скорость. Вот вы и выровнялись. Одна за скоростью Арсений. Есть фишечка. Одна у Ульяны. Молодцы. И последняя загадка. Слушайте внимательно. Победит огонь коварный тот, кого зовут... Пожарим. Кого зовут? Пожарный. Ой, ребята, слушайте, мне кажется, вы одновременно примчались. Нет. Ты быстрее перейдешь на долю секунды, да? Да. Ну да, наверное, чуть-чуть было. Держи, Арсений. Тебе две. У Ульяночки одна. Молодцы, ребята. Очень хорошо вы справились. Я довольна тем, как вы справились с моим первым заданием. Ребят, посчитайте, сколько фишечек у каждого из вас в коробочке? Пять. У Ульяны пять? У Ульяны шесть. У Арсения шесть. Совсем маленький отрыв. Всего лишь одна фишечка. Поэтому все еще у нас впереди. Ребят, а сейчас я хочу вас познакомить с очень интересным человеком. Как вы думаете, ребята, где работают и кем работают люди, которые знают о чрезвычайных ситуациях практически все? Чрезвычайные ситуации? Полицейские. Ты думаешь, полицейские. А ты, Ульяна, как думаешь? Я тоже думала, полицейские. А вот я хочу вас познакомить с человеком, который работает в МЧС, ребята. По чрезвычайными ситуациями занимается в Министерстве по чрезвычайным ситуациям или просто МЧС. Итак, сейчас состоится знакомство ваше с тетей Машей. Ваше внимание на экран. Поворачиваемся. Ребята, привет. Здравствуйте. Со многими из вас мы уже успели познакомиться. Меня зовут Мария Александровна. Я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Ребята, совсем скоро вы вместе с родителями отправитесь на природу. Как вы думаете, чего стоит опасаться, находясь за городом в лесу? Давайте отвечать по очереди. И за каждый правильный ответ вы сможете заработать по фишке. Судить вас будет тетя Света. Итак, ребята, я смотрю, Арсений уже поднял ручку, хочет ответить. Год может быть опасен. Потому что если его любить разводить, тогда может случиться пожар. Умничка, Арсений, молодец. Одна фишечка твоя. Думаю, может быть, что-то еще вспомнишь такой интересной. Ульяночка, твоя очередь, что ты? Еще нужно очень аккуратно пользоваться спичками, потому что можно поджечь деревья и будет пожар. Большая умничка. Держи фишечку. Арсений, ты еще что-то хотел сказать? Все? Ну что, еще есть дополнение или слушаем дальше тетю Машу? Слушаем. Слушаем тогда дальше. Ребята, случиться может всякое. Помните, отдыхать на природе можно только со взрослыми. Если родители собрались развести костер, напомните им, близко к деревьям это делать опасно. Место для костра должно быть хорошо защищено от ветра и расчищено от сухой травы и листьев. Наблюдать за горящим костром можно только на расстоянии. Ни в коем случае не балуйтесь с огнем, зажигая от него различные палки. Покидая место отдыха, обязательно затушите костер, присыпав его землей. Ведь основная причина лесных пожаров – это плохо погашенные костры. А на сегодня это все. Я желаю вам удачи и, конечно, победы. Ребята, наш первый конкурсный день подходит к своему завершению. И сейчас самое главное на сегодня – последнее испытание и последняя возможность заработать еще фишечек. Итак, ребята, у нас на столе лежат карточки. Сейчас вы будете брать по очереди по одной из них, читать то, что на них написано, и соглашаться, либо не соглашаться с этим утверждением. Как нужно вести себя на природе. Понятно? Берем по очереди, читаем и соглашаемся, либо не соглашаемся. Арсений, молодец, взял инициативу в свои руки. Пожалуйста, Арсений, ты сначала зачитай, а мы не знаем, о чем ты говоришь. Прыгать через костер – это нельзя делать. Нельзя. Умница, молодец. Конечно, категорически запрещается. Фишечка твоя, честно заработанная, Ульяночка, ты читай. Заливать костер водой можно. Правильно, обязательно. Не только можно, но и нужно. Правда, Ульян? Угу. Так, Арсений, тяни ты карточку. Читай. Ходить в лес одному. Это нельзя делать. Нельзя. Молодец. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Умничка. Ульяна, ты тяни. Разжигать костер в лесу без взрослых. Нельзя. Нельзя. Правильно вы рассуждаете, ребятки. Молодцы. Я рада, что вы все знаете и все поняли. Тяни еще, Арсений. Тушить костер песком. Это можно делать. Можно, правильно. Или залить водой, или затушить. Это обязательно. Молодец. Ну и последняя карточка твоя, Ульяна. Читай. Бросать в огонь неизвестные предметы. Нельзя. Нельзя, конечно. Конечно нельзя. Это могут делать только вредные дети. Ну так делать нельзя. Итак, ребяточки, вы большие молодцы. Все запомнили, что говорила тетя Маша. Наверное, многое знали уже сами. Но сейчас, ребята, самое время подвести итоги сегодняшнего соревновательного дня. Считаем быстро фишечки. Если вам неудобно в коробочке, можете высыпать на стол. Девять. Девять. Девять у Ульяны. Сколько интересно? Десять. Десять у Арсения. С маленьким отрывом. У нас сегодня победил Арсений. Арсений, ты большой молодец. Но ты сильно не обольщайся, потому что у Ульяны еще есть три испытательных дня, когда она тебя может догнать. Ну а ты, Ульяна, тоже. У тебя нет повода расстраиваться. Правда, одна фишка – это ничто. Итак, ребята, на сегодня все. Молодцы. До встречи в стране безопасности. Пока-пока. Одежда для ведущей предоставлена магазином женской одежды «Бурвин». Проспект Ленина, 51. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова